Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить о так называемых общедомовых нуждах. Правда, сегодня это уже называется иначе. Расходы на содержание общедомового имущества. Нормативы содержания общего имущества по воде остались прежними, то есть те, которые у нас были с вами до 1 ноября 2016 года. А вот с нормативами потребления электроэнергии на общедомовые нужды у нас произошла серьезная перемена в пользу потребителей. От чего зависит величина общедомовых нужд? Величина потребленной домом электроэнергии, воды, она, естественно, искажается от наших с вами действий. Второе, что может повлечь изменение этой величины, это не одномоментная передача индивидуальных показаний. И третье, когда мы вообще не передаем эти показания. В домах есть квартиры, которые сдаются собственниками, но сам собственник даже не прописан в этой квартире. И не регистрирует проживающих в этой квартире людей, а ведь он же потребляет, проживающий человек, эти ресурсы, которые никак учесть ресурсоснабжающие и управляющие компании не могут. Поэтому городская дума разработала очень хороший акт выявления вот этих проживающих людей. Начисляется по собственнику этого жилья. Прописан он или нет, проживает он или нет, не имеет значения. И еще раз хочу напомнить вам, что и величина эта тоже зависит от общедомового прибора учета. Потому что если нет прибора учета, ведется по нормативу, независимо от того, много вы потребили или мало. И последнее, чтобы избежать повышающих коэффициентов, надо обязательно установить прибор учета. Таким образом, сегодня вменено в обязанность управляющей компании и ресурсоснабжающей компании выходить с проверкой наличия или отсутствия технической возможности установки прибора учета как общедомового, так и индивидуального. Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, этим обязательством этих двух организаций и проверьте, есть ли у вас такая возможность, если ее нет. Это будет зафиксировано, естественно, передано в ресурсоснабжающую организацию и повышающего коэффициента таким образом вы избежите. Продолжение следует...